Всем доброе утро! Смотрите, какая у нас погода замечательная! Эта парочка живет у нас возле берега. Скоро будут маленькие утята. Смотрите, какая красота! Солнце, тепло! Аж настроение поменялось! Ну, красиво же, правда? Уже весна. У нас сегодня 6 марта 2020 года. Итак, я уже в машине, сейчас буду ехать на работу. Хотела вам сказать такую информацию. У нас и у вас скоро 8 марта. У нас сегодня пятница, то бишь послезавтра 8 марта. Это женский день. Не знаю, празднуете вы его, не празднуете. Я праздную. Как бы все мое окружение тоже празднует. И вот утром я собиралась на работу и думаю, как бы вас, девчонки, весь женский, женская часть моей аудитории, моих подписчиков. У меня сейчас 250, ой, не помню, то ли 3, то ли 7. По-моему, 257 подписчиков. И из них большая часть, по-любому, это женщины, девушки. Ну, так вот, я думала, как поздравить с 8 марта каждую из вас. И в ходе размышлений поняла, что лучшим подарком для вас будет, ну, вообще, не только для вас, вообще, я считаю, самый лучший подарок – это время. Время, которое мы уделяем человеку, время, которое мы тратим на другого. Поэтому, девчонки, у меня родилась такая идея. Как поздравить с 8 марта? Начну поздравлять уже сегодня. У меня 257 человек. Да, из них там, конечно, какая-то часть небольшая – это мужчины. Ну, в основном это девчонки. Поэтому я решила, что с сегодняшнего дня буду заходить к каждой подписчице, которая подписана на меня. И последнее видео, которое выпущено на канале, буду просматривать, по-честному просматривать и оставлять три комментария на тему этого видео. Думаю, это будет приятно любому человеку, девушке тем более. Даже если эти я видео уже смотрела, буду смотреть еще раз, как бы. Даже если есть уже комментарии под этим видео, еще напишу три комментария. Думаю, каждой из вас будет приятно. Постараюсь успеть, уделить всем время. Я думаю, это человек 240-250, это девушки. Запланировала себе, что завтра у меня ранний подъем. И именно с утра уделю время YouTube, где буду фоном включать телефон и слушать видео и писать по три комментария каждой. Поэтому всех с наступающим праздником. Такое сама приду. Думаю, будет приятно. То есть... Так что каждая из вас должна обнаружить под последним видео, на тот момент, который я буду смотреть, под последним видео по три комментария от меня лично. Поэтому всех с наступающим 8 марта. 8 марта я тоже вас поздравлю всех. И себя поздравлю, и вас поздравлю словесно. Выпущу видео, надеюсь. У нас еще запланирована поездка в лес 8 марта, поэтому поснимаю еще там вам. Ну, вот такие у меня с утра мысли. Сейчас поеду на работу. Если не забуду, поснимаю. Потому что сейчас идет такой у нас напряг по работе. У нас сезонная работа. И иногда реально забываешь про телефон, про то, что надо снимать. Так что... Но я не потеряюсь. Вы меня не потеряете. Обещаю снимать и выкладывать для вас видео. Для себя тоже. Все, всем хорошего денька. Снимаю города. Не могу понять, какую подставку, чтобы оно не дребезжало. Камера дребезжит. Ну, телефон дребезжит на ней. Камера дребезжит на ней. Камера дребезжит. Не могу понять, speaking. power Empress. Камера дребезжит. Камера добр征. Боже, у нас какой-то движняк в городе, резко всем уступить дорогу. На работе появилась минутка. Начну сейчас просматривать, как обещала, своих подписчиков. У меня на канале сейчас 257 подписчиков. Первые подписки у меня здесь идут вот такие каналы. Начну по порядку просматривать, писать комментарии. Обещала по три комментария под каждым видео. Видео буду смотреть последнее, которое вышло на канале на сегодняшний момент, когда я смотрю. Единственное, что стримы не буду просматривать, потому что по времени это очень долго. У кого-то час, у кого-то три. Поэтому только видео, которое последнее на канале. Все, приступим. Еще сейчас буду, наверное, вот думаю писать, не писать. Ну, наверное, буду помечать себе на каком последнем канале я закончила просмотр, чтобы как бы всех пересмотреть и никого не обидеть. Прикинула по цифрам. 257 человек. Ой, сейчас, секунду. Значит, 257 человек. Если разделить на три дня, это получается 85 человек. Ну, плюс-минус. Мне надо смотреть в день. Ну, попробую. Самое интересное. Попробую. Даже если, ну, предполагаю, если так получится, что вдруг я не успею до 8 марта всех посмотреть, ну, я очень постараюсь. Я же говорю, планирую раньше вставать, уделять этому время и вечером также. Но если вдруг оставляю за собой такое право, если вдруг я не успею до 8 марта, обязательно после 8 марта продолжу, на ком остановлюсь, а всех обязательно пересмотрю и всем напишу комментарии. Одно из комментариев будет с поздравлением с 8 марта. Все, приступим. Продолжение следует...